Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Опознали всех. Шестерых самарцев, погибших в автокатастрофе под Казанью, похоронили сегодня. На что тратятся народные деньги? Более 100 миллионов рублей получили общественные городские организации. Улица как музей. Музей как улица. На самарских остановках проходит выставка «Еда как социальная машина». Установленные личности всех 14 погибших в автокатастрофе под Казанью сообщили в МВД Татарстана. После завершения экспертизы тела самарцев отправили на родину. Их похоронили сегодня. Трагедия произошла в ночь на 2 июля на трассе Альметьевск-Заинск. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, которого буксировал КАМАЗ. От удара автобус опрокинулся и загорелся. Погибли 14 человек и 12 получили травмы. Уголовное дело передано в Следственный департамент МВД России. Сразу после трагедии задержали гендиректора компании-перевозчика. Сегодня стало известно, женщину арестовывать не будут. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета Татарстана. Согласно официальному заявлению начальника предприятия, автобус «Неоплан» был куплен в 2008 году. Имел сертификат одобрения для международных и междугородних перевозок. Водители, прежде чем выйти в рейс, отдохнули и прошли медосмотр. Ранее жалоб на их работу не было. Гендиректор компании добавила, предприятие готово оказать любую помощь семьям пострадавших. Известно, что руководитель Евразийской корпорации автовокзалов активно сотрудничает со следствием. Восемь лет в колонии строгого режима проведет житель Киргизии за пособничество терроризму. Приговор Приволжского окружного военного суда вступил в законную силу. Как установило следствие, мужчина, не имеющий регистрации в Самарской области, с января по июль 2016 года пытался вовлечь троих человек, с которыми снимал квартиру, в работу запрещенной в России террористической организации. После этого он планировал покинуть страну. При обыске полицейские изъяли у нелегального мигранта телефон, в котором содержались материалы экстремистского характера. Заниматься общественно полезной работой, иметь все необходимые документы, и безупречную финансовую историю должны некоммерческие организации, которые претендуют на субсидии и гранты. Затем, чтобы бюджетные средства грамотно распределялись и после этого правильно расходовались, следит антикоррупционная комиссия. Несколько лет в Самаре реализуется муниципальная программа, направленная на создание активного гражданского общества и поддержку деятельности некоммерческих компаний. За последние годы на ее проведение направили более 100 миллионов рублей. О том, куда тратятся субсидии руководители, организации обязаны отчитываться. Это тщательно контролируют городские власти. Департамент общественных и внешних связей постоянно осуществляет диалог с представителями гражданского общества городского округа Самара, уделяя особое внимание тем некоммерческим организациям, которые не на словах, а на деле осуществляют и занимаются социально значимой деятельностью. Более 4 миллионов рублей теперь должны государству те, кто незаконно спилили деревья в железнодорожном районе Самары. Во дворе на улице Спортивной вместо зеленых насаждений теперь остались только пни. Всего злоумышленники, не имея разрешения от городской администрации, спилили около полутора десятков многолетних деревьев. Кто это сделал, пока неизвестно. Заведено уголовное дело. Его расследование на контроле у прокуратуры. В настоящее время дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, поскольку в ходе прокурорской проверки достоверно установить, кто спилил данные деревья, не предсталось возможным. Для этого необходимо проводить следственные действия. Санкции данной статьи предусмотрены в том числе наказанием в виде лишения свободы. А прокуратура будет добиваться также, безусловно, и возмещения причиненного государству ущерба. Предварительные итоги единого госэкзамена подвели в региональном министерстве образования. 1 июля завершились тестовые дни. В этом году испытания проходили почти 14 тысяч человек. В целом результатами в министерстве образования довольны. В Самарской области большое количество 100 бальников. Их 128. Трое выпускников набрали высший балл сразу по двум предметам. Но не обошлось и без ложки дегтя. В области 14 человек удалили из пунктов прохождения испытания. Причем 9 из них по обязательным предметам. Причина – использование сотовых телефонов, шпаргалок и вынос черновиков из аудитории. Новшеством этого года стало полное открытие базы результатов экзамена. Выпускники могли не просто узнать количество баллов, но и увидеть свои бланки и даже комментарии экспертов, которые их проверяли. Благодаря этому снизилось количество апелляций. Окончательные цифры итогов ЕГЭ будут известны во второй половине июля. Так как 12 числа заканчиваются резервные дни, после чего данные обработают и поступят в систему. Есть гуманитарные предметы. Вот если в критериях оценивания по математике и физике все понятно. У эксперта есть какими вариантами эта задача должна быть решена и какой ответ должен быть получен. То, например, в литературе, в обществознании, в истории, в задании, связанном с СССР, в критериях есть, что ребенок может ответить вот так, вот так, вот так, но могут быть другие варианты ответа и другие позиции. Далее коротко о других событиях дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напомним, открытую черепно-мозговую травму получил пилот, который находился на борту один. После аварии он был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Воздушное судно оказалось самодельным. Бортовые номера и документы на него отсутствуют. Со слов очевидцев, самолет летел на высоте около 30 метров по направлению от Самары к Тольятти. Развернулся над Зеленовкой, после чего спикировал и ударился о землю. За две недели приставы направили уведомление 45 тысячам самарцев. Напоминания о необходимости оперативно расплачиваться с долгами приходят в виде СМС-сообщений. Подобная рассылка позволяет сократить время на выплату долга, не дожидаясь применения принудительного взыскания, уверены в силовом ведомстве. Власти Самарской области потратят около 6 миллионов рублей на проект моста через реку Самару. Региональное министерство транспорта ищет подрядчика. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Объект планируется построить на автомобильной дороге Кинель-Богатая-Спиридоновка-Домашка-Самара-Оренбург в Кинельском районе. Прием заявок на конкурс завершится 25 июля. В Самарской области рыбак выловил из Волги 50-килограммового сама. Чтобы вытащить трофей из воды понадобилось около двух часов. Рыбина длиной в рост взрослого человека попалась на крючок в районе полуострова Копылова. Фото трофей опубликовали в соцсетях. По словам очевидцев, сом был настолько крупным и тяжелым, что из воды его пришлось вытаскивать сразу трех рыбакам. На Самарских остановках проходит выставка «Еда, как социальная машина». Это работа из сети общепита. Участники проекта постарались ответить на вопрос – кто кого ест? Мы – потребители пищевого конвейера, или мы сами являемся пищей для него. Среди авторов работ пятеро россиян, двое шведов, немцев и евреев. Десять картин современных художников размещены в формате постеров. Их отобрали по итогам открытого конкурса. Он проходил в рамках проекта «Улицы, как музей, музей, как улица». Русская ярмарка в миниатюре. Мастер Ольга Баканова представила новую коллекцию эксклюзивных кукол. Тринадцать русских народных персонажей присоединились к светским дамам и дворянской знати. В детской картинной галерее торжественно открыли ежегодную выставку. С новичками коллекции познакомилась Мариана Мирная. «Сорока, ворона и красный петух» – долгожданная премьера новой коллекции эксклюзивной куклы Ольги Бакановой показала удивительных персонажей. Сбитинщик, кукольник, скоморохи, цыганка и другие, которых легко представить себе на ярмарочной площади такого города, как Самара. Для меня кукла – это не существо, это скорее манекен для создания костюма. Я очень люблю работать над костюмом, создавать образ из костюма, а кукла для меня просто манекен. Правда, приходится иногда за счет движения, за счет линии, динамики создавать какой-то образ динамичный. Каждое лето в стенах особняка Клотта открывается традиционная выставка исторической костюмной куклы, созданной в мастерской художницы Ольги Бакановой. В нее вошло 13 кукол, созданных по мотивам русских народных праздников, обряды и обычаи которых дошли до наших дней с языческих времен. Каждая новая коллекция – это какой-то новый шаг. И то, что мы видим сейчас, вот этот размах русский такой, какой-то, ну, свобода какая-то, с этими всеми, как говорится, прибамбахами нашей русской, так сказать, широкой души, вот это все в этой коллекции, в новой коллекции есть. Кроме новичков, на выставке можно увидеть уже хорошо знакомых представителей русской дворянской знати, светские дамы первой половины 19 века в прогулочных и бальных нарядах, а также тканевые панно, которые будут особенно интересны тем, кто занимается декоративно-прикладным искусством. Экспозиция открыта для посетителей до 24 сентября. Мариана Мирная, Артем Сулайманов. События. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Звонок мэру в прямой эфир. Жители Зубчининовки решили проблему с аварийной дорогой. Кому в Самаре отдыхать хорошо. Полным ходом идет проверка работы детских лагерей. Врачи и медсестры проходят курсы реанимации. Больница Пирогова, официальный госпиталь Чемпионата мира по футболу. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова